Окна вне закона. Чтобы сократить потери тепла, коммунальщики в двух парадных заменили деревянные окна на пластиковые. Но историки действия сотрудников управляющей компании признали уродующими историческое наследие. Скандал в доме номер 28 по улице Большой Зеленина разразился в феврале. Тогда коммунальщики в двух парадных домах вынесли деревянные рамы начала 20 века и заменили их пластиковыми. Возможно, кому-то покажется, что ничего страшного. Заменили. Ну, вроде бы прилично все. Беленькое, аккуратное. Но совершенно нельзя понять организацию, задачей которой является охрана памятников. И нельзя также понять тех, кто в качестве управляющей компании нарушает закон. Все дело в том, что доходный дом архитектора Федора Пастельса, построенный в 1905 году, специалисты признают одним из самых ярких и оригинальных образов стиля модерн в Петербурге. Он входит в список выявленных объектов культурного наследия. Его внешний вид можно изменять только после согласования с КГИОП. Коммунальщики же разрешения у Комитета по охране памятников не спрашивали. Так, начальник памятников. А на выпуске? А может быть, замначальника? А замначальника тоже. Что? А кто-нибудь есть из вышестоящих? Нету. Главный инженер тоже ушел. Активисты общества охраны памятников намерены заставить ЖСК-2 вернуть в парадные старые окна. В противном случае ЖКС за порчу памятника архитектуры штрафует на сумму от 100 тысяч до миллиона рублей. Хотя активисты разводят руками. Замена окон в исторических зданиях носит массовый характер. КГИОП просто физически не сможет подать в суд на каждого собственника. Есть требования закона, и его нужно выполнять, и нужно добиваться выполнения. Иначе это будет пустая профанация. Мы будем, так сказать, понимать друг друга и прощать друг другу нарушения. В случае же с домом Лихтенбергского ситуация иная. Закон нарушила управляющая организация, компания которой собственников получает деньги за обслуживание дома.